Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в этой студии работаю я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю гостей нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у нас в гостях эксперты. Андрей Владимирович Григорьев, заместитель начальника управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Андрей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Сергей Юрьевич Венков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Твери. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Наш постоянный участник программы Семенова Надежда Геннадьевна, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. Надежда Геннадьевна, рада видеть вас вновь в этой студии. Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области. Сереж, здравствуйте. Добрый день. И Евгений Александрович Груздев, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы. Добрый день, Евгений Александрович. Здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня будем говорить и о праздниках, и о праздничных выходных. Возможно, подведем итоги года, но будем говорить и о том, что связано с этими праздниками, какие неприятные ситуации могут случиться с жителями региона, с праздниками, праздничными днями. И предупредим наших уважаемых телезрителей и радиослушателей, чего нужно в сущности опасаться. Я предлагаю начать с ситуаций на дорогах, потому что каждый волей-неволей так или иначе участник дорожного движения. Или пассажир, или пешеход, или водитель. Вот буквально несколько дней назад, в итоге в выпуске своей программы «Патрульная служба» я предупреждала жителей региона о том, что за 4 дня на прошлой неделе 16 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 14 человек пострадали, двое, к сожалению, погибли. И есть несовершеннолетние, да? И, к сожалению, темное время года, да? В конце декабря снег еще не выпал. Это страшное время. Страшное время. Да, вчера погоду вы наблюдали. То же самое в условиях дождя, недостаточная видимость. Свет, как говорится, липнет к асфальту. Пешеходов практически не видно на пешеходных переходах. Но пешеходы тоже не всегда осмотрительно и аккуратно действуют при переходе проезжей части. Не всегда убеждаются в безопасности своего перехода. Либо вводят водителя в заблуждение. То есть в одну сторону идут, а потом резко начинают в другую сторону. И, соответственно, из-за этого происходит ДТП. Я еще вот заметила, что, к сожалению, не все, вот мы говорим, да? Советы постоянно уже несколько лет, что какие-то светоотражающие полоски. Да, светоотражающие элементы, конечно, конечно. За 300 метров виден даже вот такой блистер 5-сантиметрового диаметра. Если у детей пытаются производители все-таки вшить это и в одежду, и в школьные портфели, в ранце, то у взрослых бывает просто темная одежда во всем черном. С черной шапки до черных кроссовок. Он сверху вниз полностью темный. И, естественно, на дороге он мало заметен. И мы, наверное, можем сегодня дать такие рекомендации, да, пешеходам, кто ходит полностью? С учетом того, что приближаются новогодние праздники, нужно одеваться красивее, ярче. Это будет сразу две задачи выполнены. Да, первое, это повысится настроение, а второе, у вас будет лучше виду на дороге, и мы предотвратим какую-то часть дорожно-транспортных происшествий. В двух словах, что еще беспокоит на сегодняшний день сотрудников ГИБДД по ситуации на дорогах? Ситуация на дорогах остается крайне сложной, потому что мы весь этот год фиксируем вообще увеличение количества ДТП чуть больше 10%. Да, у нас людей гибнет меньше на дорогах. Если с 2017 годом брать, это где-то 20% снижение. Но, однако, цифра, она огромная. Больше полутора сотен человек погибло на дорогах региона. И меньшинство из них пешеходов. В основном все-таки люди гибнут в ДТП, находясь в автомобилях. Это могут быть и водители, и пассажиры. Это столкновение, это выезды на полосу, предназначенные для встречного движения. При этом, вот, проведенном анализом, это в преддверии праздников, сейчас жители Твери поедут в регион, либо куда-то путешествовать на новогодних каникулах. Значит, наоборот, из районов области будут посещать наш престольный город Тверь. На региональных дорогах, на межмуниципальных дорогах люди чаще всего гибнут во встречных столкновениях в местах, где обгон разрешен. Обгон разрешен. Разметка позволяет, знаки позволяют, и видимость достаточная. А в чем делать это? Самонадеянность. Успею, тороплюсь, обгоню. Не всегда получается. Дорога не прощает ошибок. Поэтому, вот, две главных ошибки. Это первое, это нахождение на проезжей части без целью перехода, либо межевание на пешеходном переходе. А второе, это выезды на встречную полосу в тех местах, где обгон, собственно говоря, разрешен. То есть, неправильная оценка дорожной обстановки. Вот, чуть-чуть себя, дайте на полчаса больше времени на движение, там, из точки А в точку Б. И тогда вы точно без происшествий проведете вот это передвижение. Все время, когда вижу мчащуюся по дороге машину, думаю, куда-то торопишься. Торопиться только можно в одно место в этой ситуации. Ситуация с пожарами у нас, как на сегодняшний день, обращаюсь к Евгению Александровичу Груздеву. Потому что мы всегда уже по традиции в конце года говорим о пожароопасном периоде. Потому что начинается и отопление печками, хотя еще, конечно, нет таких крепких морозов, но они, наверное, все-таки будут. Это и гирлянды, и свечи, и предновогодняя какая-то суета, мишура и прочее. Что сейчас, что можем сказать, с какими показателями подходим к Новому году? На самом деле, обстановка с пожарами вызывает тревогу у нашего управления. А на сегодня у нас зарегистрировано более 5,5 тысяч пожаров. Это порядка 14% увеличения по сравнению с логичным периодом прошлого года, где было менее 5 тысяч. И остается очень высокая гибель на пожарах. У нас уже в этом году погибло 147 человек. Гибель высокая, и, к сожалению, погибло 3 ребенка. 147 человек, да, уважаемые друзья? Все-таки мы говорим, да, живем в век высоких технологий, а от пожара никто не застрахован. Так же, как вот от гибели на дороге. Как правило, у нас увеличиваются риски с наступлением более холодного периода года. Это зимний период, да. То есть у нас возникают риски с возникновением пожаров из-за печного отопления. А также возникают риски возникновения пожаров, связанных с использованием электротехнического оборудования. Очень вероятность высокого возникновения пожара из-за оборудования электротехнического самодельного. Есть у нас такие граждане, которые сами изготавливают обогревательные приборы, без всяких разрешительных документов, эксплуатируют их в жилых домах. Как правило, это дома с низкой степенью противопожарной устойчивости, это деревянные дома. Либо дома, выполненные из элементов с присутствием сгораемых материалов. Это сейчас новомодные каркасные дома и другие сгораемые конструкции. В этих домах непосредственно с наступлением холодного периода года возникает наибольшее количество пожаров. Я хотела узнать, Евгений Александрович, может быть, напомним и жителям нашего региона, как скоро может произойти возгорание? Кажется, что все успеем, все вынесем, мы все это потушим, но ведь на самом деле жизнь-то показывает все по-другому. Да, совершенно верно. Пожар — это неконтролируемое горение, приносящее материальный ущерб и другие тяжкие последствия. Возникает он, как правило, из-за халатности человека. Человеческий фактор процентов на 99 присутствует. В любом случае, это либо оставленная без присмотра отопительная печь, либо неисправность этой печи. То есть те нарушения, которые недопустимы при эксплуатации, это может быть и разрушение конструктивных элементов, стен, топочных дверец, дымоходов. То же самое касается электрооборудования, которое необходимо своевременно ремонтировать и устранять какие-то неполадки, связанные с эксплуатацией. Как и электропроводов внутренних электросетей, так и того электрооборудования, которое ежедневно мы эксплуатируем. Это и утюги, и электрические чайники, и электрообогревательные приборы. За этим за всем нужно следить, своевременно устранять, ну и, соответственно, не допускать в работу эти приборы и оборудование в неисправном состоянии. Относительно скорости сгорания, вот я вас спросила, то есть... Жилой дом деревянный, обычных размеров, да, это 6 на 8, 9 на 10 метров, да, вот такие дома выгорают за один час полностью, до фундамента. Полностью, да? И если учесть, что люди в этот момент многие спят, да, что это происходит ночью, здесь есть риск гибели человека. Гибели человека обязательно риск есть, и риск вырастает в прогрессии, если этот человек перед возникновением пожара, как правило, злоупотреблял спиртным или алкогольными напитками. У нас из 147 погибших, 45% именно граждан, которые перед возникновением пожара, как показывают судебно-медицинские экспертизы, находились в состоянии алкогольного опьянения. Уважаемые друзья, сейчас примемся на небольшую рекламу, и через несколько минут вновь вернемся в эту студию и поговорим о других службах. Послушайте новые предупреждения, не переключайтесь. Уважаемые друзья, я напоминаю, что у нас программа темы дня, мы продолжаем наш эфир. Мы сегодня говорим о рисках предстоящих праздников и первого месяца нового 2020 года. Сергей Юрьевич, каковы опасения сотрудников полиции? Какие преступления и правонарушения сейчас в областной столице встречаются чаще всего, чего жителям опасаться? И Ваш совет? Основные преступления, которые совершаются на территории областного центра, это у нас кражи чужого имущества. И в настоящий момент, так сказать, бум, это мошенничество. Продолжается. Несмотря на наши многочисленные предупреждения, я знаю, что Вы тоже очень много работаете на профилактику, да? Совершенно верно. Все равно народ и пожилой, и, соответственно, возраста молодого все равно покупаются, так сказать, на уловки мошенников. Скажем, они становятся все из расчурений из расчурений. Поэтому хотелось бы наше население оградить от именно мошенничества, которое происходит при помощи мобильных средств, сети интернет, по поводу перевода денежных средств, блокирования мобильных и, соответственно, кредитных карт, зарплатных карт. Не надо верить, соответственно, о том, что это занят именно службе безопасности. Лучше перепроверить, с учетом, что есть всегда на кредитной карте, либо на зарплатной карте всегда есть телефон, куда можно позвонить и, соответственно, уточнить, действительно ли это звонили с банка. Как правило... Да, 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 я хочу перебить. Мы уже сколько раз говорили, были представители банка, которые говорили, всего нужно, всего запомнить-то, всего ничего, да? Никому по телефону не говорить свою информацию конфиденциальную, да, которая, там, пин-код или что-то. Все, что касается исключительно вас, никому. Да, совершенно верно. Вот. Касаемо краж, хотелось бы сказать, что в большинстве случаев это оставление без присмотра своего имущества происходит. Люди либо в магазинах, либо в развлекательных заведениях надеются на то, что везде у нас практически видеонаблюдение имеется, и они, добровольно заблуждаясь, думают, что это все будет в сохранности, оставляют, и на определенное время, после чего возвращаются, и уже этого имущества им просто никто уже не вернет. Это именно кража в общественных местах, не имеется в виду квартиры, что человек ушел на работу, это уже не квартира, уже по-другому, преступник уже переквалифицировался, называется, да? Да, именно так. Но в преддвериях новогодних праздников и рождественских каникул хотелось бы также предостеречь и население по поводу квартирных краж в том числе, потому что именно в этот период могут активизироваться квартирные, соответственно, воры, так как понимают, что большинство граждан у нас будут уезжать на каникулы либо к родственникам, либо кто-то вообще за пределы Российской Федерации отдыхать, в связи с чем будут оставаться пустующие квартиры. Вот. Предостеречь здесь и спрофилактировать это только можно при помощи соседей, либо постановке квартир на, соответственно, охранную сигнализацию, обращаясь к сотрудникам Росгвардии, либо к частным охранным организациям. Вот. Но действенная мера – это, конечно же, соседи, бдительные соседи. То есть нужно общаться с теми, кто живет вокруг, да, предупреждать хотя бы их, чтобы посматривали? Да, что в нас в такое-то время их не будет, если вдруг какие-то посторонние будут шумы, либо еще что-то, чтобы незамедлительно реагировали и сообщали в полицию по телефону, соответственно, 112, либо 02, либо на дежурную часть. К работе сотрудников полиции в праздничные дни мы еще вернемся. Надежда Геннадьевна, вот буквально в канун Нового года, я знаю, у вас проходила в Тверском регионе всероссийская информационная акция, да, это уже одна из череды целых акций, да, узная о своих долгах. Как прошла, с какой целью и что впереди у нас, с какими результатами подошли к Новому году? Ну, вы правильно сказали, что акция была именно больше, наверное, информационной, потому что призыв узнать о долге, ну, естественно, его заплатить, ну, или хотя бы предпринять какие-то определенные меры законные, да, для того, чтобы эта ситуация не обернулась какими-то уже ограничениями, да, для гражданина, у которого имеются эти долги. В преддверии праздников, естественно, она актуальна, потому что, ну, большое количество, наверное, да, людей собираются поехать куда-то отдохнуть, поэтому информация очень ценна, поэтому постарались ее провести намного раньше, да, до начала этих праздничных дней, чтобы как раз-таки вот предпринять действенные меры. А еще есть время у людей? Время есть, кроме того, буквально вот сегодня приняли решение о том, чтобы организовать такое дежурство в аппарате управления, это на улице Веселова, дом 6, при обращении с паспортом можно будет у дежурного должностного лица уточнить наличие у себя именно ограничения выйти за пределы Российской Федерации, потому что это не является общедоступной информацией, ее нет в банке данных, но предпринято это как раз-таки для того, именно вот с сегодняшнего дня, чтобы оставалось время для оплаты долга, да, и, естественно, для снятия ограничений выйти за пределы Российской Федерации, поэтому эту информацию постараемся сейчас максимально разместить во всех средствах информации, кто меня сейчас слышит, то, в принципе, уже можете отправляться, да, вам предоставят. Но хочу также сказать, что вообще о своих долгах можно узнать не только от судебного пристава исполнителя, и в процессе проведения информационных акций мы всегда об этом говорим, что доступность службы судебных приставов, мне кажется, она сейчас уже очень велика, да, есть банк данных исполнительных производств, он абсолютно вот, им воспользоваться можно бесплатно в интернете, да, и посмотреть себя на наличие исполнительного производства. Мы еще раз, да, говорим, да, насколько доступна эта информация и какие способы есть получение этой информации. Личный кабинет, да, стороны исполнительного производства. Да, это новый функционал, он тоже уже работает в полную силу, дает тоже результаты, во-первых, это абсолютно упрощает, еще раз скажу, общение с нами, ну, в принципе, человек может отправить нам любое обращение через личный кабинет в любое время суток, грубо говоря, да, не выходя там со своего... дивана, кресла, да, со своего компьютера, с любого мобильного устройства, и этот запрос, это заявление, оно попадет в течение суток, значит, к соответствующему должностному лицу, куда было направлено, и будет получен ответ, соответственно, да, либо процессуальный документ, который будет вынесен. Удобно, люди видят, что это, значит, хорошо работает, потому что, да, действительно, дозвониться не всегда можно, телефоны перегружены, количество исполнительных производств большое, да, а вот это общение, оно достаточно положительно влияет вот на то, что оно, нет ограничений в нем абсолютно никаких, поэтому призываю всех, у кого все-таки есть необходимость, да, возникает воспользоваться, но для этого, конечно, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг, то есть это, конечно, обязательное условие, чтобы можно было воспользоваться. Такая информация более оперативно, да, чтобы на нее также и отреагировать, поэтому это хороший способ, он работает. У нас вот на конец года, у нас много ли должников, вот порядок есть, если сказать? Должников много, я даже пугаюсь заранее. Должников много, это более 800 тысяч у нас уже исполнительных производств, ну, кто-то имеет несколько, да, там, исполнительных производств, ну, достаточно много. Сумма долга, в принципе, в этом году общая, она почти не меняется у нас в течение времени. Но и взыскиваем мы, в принципе, с течением года все больше. В этом году только в бюджеты различных уровней мы перечислили более 2 миллиардов рублей. То есть, естественно, это деньги нашего государства, то есть это те же наши национальные проекты, наше благосостояние. Хватает сил судебных приставов, такое число должников. Это же адская работа. 216 судебных приставов-исполнителей по всей области занимаются таким количеством исполнительных производств. Ну, нагрузка, конечно же, у нас выше среднероссийской на протяжении многих лет. Но, как вы уже сегодня говорили, век высоких технологий, они тоже нам помогают. И меры, да, и в этой студии мы много говорили о списании денежных средств и счетов, да, и о работе ГИСГМП, как она нам помогает или не помогает. То есть все это, конечно же, вот дает нам возможность все лучше и лучше, скажем так, поработать, да. Вот я вас перебью, сразу хочу, коль вы заговорили о веке высоких технологий, Сереж. Вот век высоких технологий, а вот вы принесли с собой опять вот эти вот эффектные красненькие спасалки, да, спасалки, о которых мы уже говорим не первую программу, они уже как талисман этой студии, да. Куда бы ни зашел в век высоких технологий, без них никуда на воде. Но ГИМС встречает этот Новый год как-то в непонятных условиях. Нет, можно проще сказать, мы ждем вторую волну. Вторую волну, в обратном смысле волну. Да. Что нас оледенеет. Сейчас уже как бы на сегодняшний день уже шесть погибших людей и один ребенок среди них в Торопинском районе. Это вы ходили на воду? Да, именно со льда уже вот в этом году, то есть с начала ледообразования. Просто у нас сейчас лед остался практически только настоящих, со стоячей водой. Это те самые пруды, да? Куда выходит ледообразование? Да, у нас в этом году даже некоторые отличаются на роялях, играют на льду. А, да, 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 я слышала такую информацию с этим гражданином. Это было реально риск? Да, да, реальный риск. Хотя, как и говорится, что были все меры предприняты. Да, возможно, и лед позволял это, конечно, сделать. Но это какая реклама, правильно, дана, что можно выходить на лед так и рискуя жизнью. Если этот лед выдержал рояль? Да. Мы с гражданином и побеседовали. Он, конечно, да, сказал, что я тут немножечко погорячился, с пониманием как бы отнесся. В Вышневолодском районе, да, у нас дети вышли на лед. У нас вот это засняли, очевидцы. А, да, чуть ли не полкласса. Да, нет, чтобы пальцем пригрозить, а просто сделали комментарий. Хотя это очень страшно. Если такая группа детей провалится, то это будет вообще беда такая, что мы... Не знаю, что с нами вообще может произойти со всеми этими случаями. Серёжа... Два таких случая у нас игры в Торопинском районе. Двое детей провалилось. Одного хорошо успели спасти, а и ребёнок утонул. Потому что лёд, это когда он только начинает становиться на реках, это очень опасное время. Как что мы можем посоветовать, какая толщина льда должна быть, чтобы безопасно выходить на лёд? Ну, толщина льда не менее 10 сантиметров. Причём это если, опять же, мы знаем характер водоёма. Например, где есть течение, есть водовороты. Где, например, в городе у нас множество ливнёвок. С предприятий где-то есть тёплое поступает. Того же ТЭЦ-3 у нас, как обычно, даёт тёплую воду. Сброс идёт в районе Саевского ручья. У нас лёд не замерзает там. Те, кто выходит на лёд, знают об этом тёплом ручье? Народ знает об этом, как-то предупреждается? Ну, мы видим, да. У нас, тем более, везде стоят аншлаги, что выход на лёд запричён. Тем не менее, перед самым началом ледостава мы даже обтягиваем ленты специальные, чтобы люди видели, что здесь как бы нельзя выходить на лёд. Дежурят соответствующие службы. Помимо сотрудников МЧС, с нами сотрудники полиции дежурят. И сотрудники управления по обеспечению безопасности, жизнедеятельности, администрации. Ну, и волонтёры привлекаются, и различные также службы, как я уже сказал, с пониманием относятся. В сельских районах главы поселений сами иногда даже выходят и такую работу проводят. То есть мы при проведении комиссии по чрезвычайным ситуациям обязательно обращаемся и к главам поселений, чтобы они занимались этой работой. Потому что, в принципе, это безопасность и обеспечение безопасности населения тоже на их плечах. Насколько мне известно, иной раз и в ночное, и в тёмное время суток уходят на воду, да, и не видят вот этих вот самых ограничений, которые выставляете, что сюда заезжать нельзя. А если ещё попал алкоголь в организм? А на транспортных средствах вообще категорически запрещено выезжать на водоём. Более того, на снегоходах частенько ездят по водоёму, а у нас самое опасное место – это в Конокосском районе. Да, 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 вот я хочу сказать, что недавно привезли рабочие совещания по предстоящей операции «Снегоход» и говорили, что сбрасывается тёплая вода с Грессом. Да, да, там вот в районе как раз деревни Городище, вот самое опасное место, а позапрошлом году очень хорошо там клевала рыба, там собиралось в день по 200-300 рыбаков, буквально вообще около тёплой воды, где толщина льда там составляла от 7 до 10 сантиметров. Даже в течение дня некоторые, сидя на рыболовном ящике, так сказать, уже начинали купаться. Это называется охота по щенеуме. Ну да, поэтому в тех местах в прошлом году, вернее даже не в прошлом году, а прошлой зимой, было происшествие, где у нас на снегоходе утонул водитель снегохода. Поэтому вроде лёд толстый, нормальный едут, а когда приближаются к ручью, не знают ни характера там льда, ни какие течения существуют. Поэтому провалиться под лёд очень элементарно. Коварные места, поэтому ни в коем случае нельзя движение существовать. Итак, у нас ещё одно предупреждение нашим телезрителям и радиослушателям. Евгений Александрович, относительно того, как народ сейчас готовится, да, и в отсутствии снега, это тоже постоянно покупают всевозможные петарды, да, это, наверное, украшение ёлок, огни бенгальские. Что можем сказать, о чём предупредить, насколько это опасно? Ну, хотелось бы отметить, что сам был свидетелем, буквально недавно зашёл в магазин, да, посмотрел со стороны, как покупатель, как выбирают ёлочные гирлянды наши граждане. Ценовая политика, она абсолютно разная, начиная от, ну, скажем, дешёвой продукции, да, более дорогой. Но хочу сразу предупредить наших зрителей, да, что большая вероятность, покупая электрическую гирлянду низкой ценовой политики, да, вероятность то, что она некачественная, очень высока. Смотрю, как покупают гирлянды, то есть берут коробку, да, идут на кассу, пробивают и уходят, даже не развернув и не посмотрев, что внутри находится. То есть надо обязательно проверить? Обязательно нужно проверить состояние этой гирлянды, вот, качество спайки проводов обязательно посмотреть, потому что, как правило, китайское производство очень некачественная продукция и спайка проводов выполнена просто, ну, вообще, можно сказать, никак не выполнена, вот. Дальше смотрим толщину изоляции проводов. Некоторые граждане пытаются украсить, так скажем, витрины магазинов, уличные какие-то, уличную иллюминацию сделать, хотя не понимают то, что данные гирлянды, они не приспособлены и запрещены к эксплуатации в условиях низких температур. Что касается гирлянд, значит, необходимо в любом случае открыть упаковочную тару и посмотреть состояние этой гирлянды, как она выполнена. Обратите особое внимание на блоки питания, потому что это первоочередная причина возникновения пожаров. Как выполнен блок питания, из какого материала, потому что очень часто происходят случаи, когда из-за перегрева блока питания он возгорается и происходит сначала тление, потом и загорание сгораемых конструкций. Это, как правило, и елочные, и сами елки, которые сейчас выполнены из полимерных материалов. Они очень хорошо горят, и от этого никуда не деться. Поэтому еще раз рекомендую перед покупкой гирлянд электрических особое внимание обращать на их качество изготовления. – Сергей Юрьевич нас немножко перебил. Это, на самом деле, очень важно. Да, вот советы специалиста относительно. И случаются в городе подобные происшествия? И еще вы хотели обратить внимание на запуске петард, да? – Да, совершенно верно. Как практика показывает, с учетом, сейчас нет у нас снежного покрова, закреплять, получается, у нас фейерверки не представляется возможным, и, как обычно, коробки подпрыгивают, и, получается, у нас выстрелы неуправляемы, а именно в толпу, в здания, в том числе в елки и так далее. То есть может принести к последствиям очень печально, на самом деле. – А у нас вообще установлены места, где нельзя запускать, где можно запускать, может быть, специальные такие вот салюты, фейерверки и прочее? – Да, у нас есть правила противопожарного режима в Российской Федерации, где очень четко прописан перечень требований, которые рекомендованы к запуску пиротехнической продукции. Во-первых, напомню, что у нас пять классов пиротехники, да, с первого по пятый. Как правило, в бытовых условиях мы, граждане, применяем с первого по третий класс. Это та пиротехника, которая продается в магазинах. Но нужно помнить, что и к этой пиротехнике должны быть сертификаты соответствия. То есть, покупая пиротехнику в магазине, обращение ко всем гражданам, спросить у продавца сертификат соответствия. Как правило, при отсутствии сертификата на соответствие требованиям данной продукции пиротехнической, мы понимаем то, что она изготовлена либо кустарным изготовлением, либо с какими-то нарушениями технических регламентов. И последствия, которые могут произойти, они просто непоправимы. Это может быть и взрыв петарды и в руках, и любые последствия, которые могут просто возникнуть. Что касается установки пиротехнических изделий в условиях отсутствия снега. Мы, во-первых, понимаем то, что есть требования к площадкам для запуска пиротехнических продукций. Требования определяют порядок установки пиротехники на расстоянии не менее 50 метров от любых построек и строений. Это не обязательно жилые дома, это любая постройка, даже хозяйственная. То есть нужно понимать, что запуская пиротехнические изделия рядом с домом, мы уже нарушаем, мы уже можем быть привлечены к ответственности. Ответственность может быть любая, начиная от административной и заканчивая уголовной, если будет причинен либо вред имуществу, ущерб высокий от запуска этой пиротехнической продукции, либо может быть увечье каким-то гражданам, находящимся рядом. Вот мы здесь говорим об ответственности, хотя по большому счету на кону жизнь стоит человек. Ведь можно изуродоваться или вообще погибнуть в такой ситуации. Как Вы говорили о том, что люди включают самодельные электрические приборы, то же самое. Никакой разницы по большому счету нет. В случае у нас есть получение травмы ожогов от применения пиротехнических изделий. В прошлом году у нас ребенок травмировал руку в городе здесь при запуске пиротехники. Случаи есть, их не очень много, но они тем не менее есть, поэтому риски существуют. Чтобы правильно запустить пиротехническую продукцию, мы в обязательном порядке должны ее закрепить таким образом, чтобы не допустить опрокидывания коробки либо какой-либо продукции на бок, либо другим образом предотвратить ее падение от запуска пиротехники. Чтобы, не дай Бог, те заряды из пороха не прилетели кому-нибудь на балкон либо в окно. Мы сейчас говорим о рисках в условиях бесснежной зимы. Да, Андрей Владимирович, насколько эти риски увеличиваются, возможно, без снега на дороге? Мы же понимаем, что мы живем в России. Погода в России непредсказуема. Если синоптики уже нам обещают к началу следующего года понижение температуры, а, соответственно, осадки все равно будут идти, если они сейчас в виде дождя, то сейчас пойдут в виде снега. Конечно же, будет гололедиться на дорогах однозначно. Особенно это касается в ненаселенных пунктах, там, где переметы, где продувают ветра. Может быть, и около ноля температура, а уже корка льда образуется на проезжей части. Причем так называемый черный лед, который не виден глазом, но находиться вот в пешем положении на нем нельзя. На машине еще ехать можно аккуратно, то в пешем порядке на нем просто не устоять. Это черный лед. Он как раз вот и образуется вот в такой вот межпограничном состоянии около ноля. Далее это подготовка автомобилей к зиме. Ну, понятно, я думаю, что 99,9% автолюбителей уже поменяли резину на соответствующую сезону, зимнюю резину. Но напомню автомобилистам, что лучше на всех четырех колесах на автомобиле, если их четыре и не больше, использовать одной марки, одного типа резин. Да, у нас нет ответственности за установку с разным рисунком протектора на осях, на одной оси. Но нужно понимать, что, допустим, шипованная, не шипованная резина, она имеет разные сцепные качества и при небольшом даже заносе на дороге очень тяжело будет справиться с таким автомобилем. Будь он там хоть трижды полноприводный, очень сложно управляемое транспортное средство, если разное сцепление с покрытием дороги. Это вот такой риск. Ну, и если позволите, я еще о риске скажу наступающих наших выходных. Несмотря на то, что в этом году мы фиксируем поступательное снижение аварийной с участием пьяных водителей, и количество погибших у нас снизилось больше, чем в два раза, мы сумели этого достичь. Но количество выявленных и пресеченных административных правонарушений, касаемых управлением транспортным средством водителем состояния опьянения, у нас увеличилось. Повторность управления, это уже уголовная ответственность по 264.1 Уголовного кодекса, тоже увеличилось. Сотрудники ДПС стали более качественно работать на дороге. Их руководители стали более грамотно планировать такие мероприятия профилактические. И, конечно же, в преддверии праздников мы переводим личный состав ДПС на усиленный вариант несения службы. Все праздники мы проведем вместе с вами на дорогах региона, обеспечивая вашу безопасность. И специализированным подразделениям регионального уровня, батальоном нашим, мы будем оказывать практическую помощь по районам области. Я думаю, что охватим практически 100%. То есть не только останавливать, да? И штрафовать с пальчиком грозить, но и помощь, реальная помощь. Будем, конечно. А с Нового года нововведения по диагностическим картам вроде водятся сейчас. По диагностическим картам это все-таки от нас маленько далековато. Нет, как бы вроде должны будут водители с собой их тоже возить. Нет, это не диагностика. Это по страховкам. Страховой полис необходимо будет даже зарегистрирован в электронном виде полученный распечатать и с собой перевозить. То есть в электронном виде на планшете смартфоне его показать нельзя. Понятно, что мы с пониманием будем относиться к такому нарушению, потому что мы в том числе по базам можем проверить, действующая страховка или не действующая. Но водители должны понимать, что чтобы не стоять на дороге и не ждать, пока мы по базам информационных 20 минут проверим, лучше вот с собой возить, все посмотрели и дальше продолжили движение. Ну да, просто я почему так сказал, сейчас это как бы модная такая уже тема становится у людей, правильно, что вот у меня в смартфоне есть там фотографии, даже вплоть до того, что у нас отдельная ситуация, раз человек показывает, свидетельство, что у него есть право управления маломерным судом, вот у меня в телефоне, я его сфотографировал, уважил с собой. Какая типа разница, или так, или так. Но у вас это действует, если можно показать? Нужно вот, чтобы вы подержали в руках, да, что живое удостоверение, да? Несколько слов буквально, Андрей Владимирович, о нововведениях в новом 2020 году, какие вас ожидают? Ну, значит, о нововведениях, которые коснутся практически 100% участников дорожного движения, говорить не приходится, потому что сейчас и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения, да вообще и правительство Российской Федерации, оно очень осторожно относится к нововведениям. Говорят о том, что мы все-таки будем формировать вот какие-то изменения в правилах дорожного движения длительный период и не допускать введения этих изменений чаще, чем раз в год точно, а лучше раз в два года. То есть, как бы накопить, объяснить людям, провести кампанию для того, чтобы не было вот этих наступаний на грабли и после этого уже водить. Поэтому в ближайшее время ничего не планируется. Чтобы люди не пугались. Коснется перевозок пассажиров автомобильным транспортом, это автобусами. Это введение со второй половины следующего года, 2020-го, прохождение технического осмотра под контролем сотрудников госавтоинспекции. Ну, возвращаемся чуть-чуть назад. То есть, то, что было раньше. Да, да. То есть, на станциях диагностики будут присутствовать обязательно наши государственные инспекторы. Надежда Геннадьевна, скажите, у вас что ожидается в новом году, буквально первые месяцы? Продолжится работа по тем основным направлениям, которые продолжаются? Мы говорили и про алименты. Мы говорили, что приставы еще защищают жителей нашего региона от коллекторов, которые ведут себя не слишком тактично. Да. И реформу, да, у вас. Но про реформу мы пока не говорим, Сережа. Да, в 2020 году задачи, которые стояли, конечно же, они в корне тоже не изменятся. Они останутся такими же. Будет ужесточение уже имеющихся мер, но только в плане применения их, наверное. Особенно те меры, которые действительно вот работают. Ну, да, действительно, в 2020 году будет определенная реформа службы судебных. О которой мы поговорим отдельно. Да, мы о ней позже поговорим, потому что там есть переходный период, поэтому говорить, наверное, будет целесообразно уже с 1.07.2020 года, потому что полгода мы вот, это такой вот будет переходный период подготовки. Но хочу сказать, что от этого никак меньше задач у нас не станет. И вот те направления, которые вы назвали, да, и о которых мы говорим здесь постоянно, это и алиментные обязательства, это и, конечно же, действительно защита наших граждан от каких-то коллекторских, значит, организаций, да, и микрофинансовых. Вот все эти моменты остаются за нами, естественно, работа продолжается, и взаимодействие и здесь с присутствующими, да, значит, государственными органами, она продолжится, да, и будет только, наверное, в большем, наверное, да, сотрудничестве, потому что тоже дает определенные результаты. Это вот я вот перебью, это на улице Шишкова, наверное, уже многие жители Твери привыкли, да, что вы стоите, да, это сотрудники ГИБД, сотрудники полиции. Будем искать другие места, чтобы вы не привыкали. Да, 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 другие, да, потому что уже привыкли. Так я уже говорю, будем совершенствоваться, потому что, ну, действительно, работа дает результат. Во-первых, наверное, мы все-таки приучили граждан понимать, зачем мы там стоим, что мы спрашиваем и чего хотим, потому что первоначально, и вы там бываете, да, вы видели, какое было отрицательное к этому отношение, то есть люди воспринимали в штыки. Сейчас это более спокойная ситуация, и мы видим ответную реакцию на это, да, то есть люди либо сразу платят, либо идут в отдел, да, приходят. То есть мы в этом только месяце провели 34 совместных мероприятия с органами ГИБДД, в том числе и вот по тому адресу, который вы назвали. У нас проверено полторы тысячи граждан вот за эти мероприятия, 75 арестов, из них более 60, это именно транспортные средства. Вот. Это плюс к тому, что мы можем, в принципе, ограничить и право управления, да, транспортным средством, в чем тоже нам помогают органы ГИБДД. Да, да, мы об этом много говорили. Да, а еще и лишиться и самого транспорта, просто нечем будет управлять, собственно говоря. Вот, поэтому все эти задачи, они как стояли, так и будут, я еще раз повторю, что, наверное, будем совершенствовать методы, да, по их выполнению. Мы будем рассказывать об этих методах. У нас время, к сожалению, эфира подходит к концу. Вот, Сергей Юрьевич, еще раз несколько слов я бы хотела услышать, чтобы наши телезрители услышали. Как будет организовано дежурство, куда обращаться, что делать людям, чтобы не стать жертвой преступления в новогодние праздничные дни, вот первые месяцы года? Ну, значит, подготовлены ряд мероприятий, которые у нас комплексно проводятся. В настоящий момент это, как и обследование прилегающих к новогодним праздничным, где у нас будут проходить елки, значит, территориям и жилой сектор. Соответственно, отрабатывается подучетный элемент, соответственно, лица, владеющие огнестрельным оружием, проводятся профилактические работы. Значит, перед непосредственно проведением мероприятий, как в Рождество, так и в новогоднюю ночь, будет проведен кинологический осмотр, соответственно, прилегающей территории к проведению мероприятий с составлением соответствующих актов. После чего, соответственно, заступят сотрудники полиции на охрану порядка. Количество данных сотрудников уже определено, будет не менее, чем в прошлом году, соответственно, будет усиленный режим несения службы, в том числе будет увеличено количество патрулей на территории города. Поэтому люди будут видеть сотрудников полиции и на улице, и, соответственно, непосредственно, где будут проходить мероприятия праздничные. Обращаться необходимо к сотрудникам полиции, либо по телефону, как уже говорил, на дежурную часть, либо 02, либо 112. Чем быстрее сообщение пройдет до дежурной части, либо до сотрудников дойдет полиция, тем быстрее мы среагируем, быстрее сможем оказать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, либо правонарушений. То есть мы еще раз предупреждали, не тяните, если в отношении вас совершено правонарушение, немедля звоните в полицию. Приедут, есть силы, есть возможности. Мы говорим и о предстоящих праздниках, но в том числе у нас и впереди и Рождество, и Крещение, значит, крещенские купания будут. Будем надеяться, что лед уже встанет, да. Опять же, такие сотрудники МЧС здесь уже на первой будут охранять, да, на первом фланге, в случае, как все здесь присутствующие будут, да, наблюдать за этим, чтобы не было жертв. Ваши пожелания относительно праздников? Ну, как коллеги отмечают, у нас также будет в Главное управление переведено в режим функционирования повышенной готовности. У нас будут усилены и дежурные караулы в пожарно-спасательных частях и в спасательных подразделениях. У нас будет введена в боевую готовность резервная специальная техника, то есть к выходным длительным и праздничным мы подготовимся. И уже подготовились, у нас уже сформированы списки и перечни сотрудников, которые будут осуществлять дежурство при проведении массовых мероприятий новогодних, будут осуществлять дежурство в Рождественскую ночь в культовых сооружениях. То есть все сотрудники, со всеми сотрудниками проведены инструктажи, все готовы их заступить на боевое дежурство. Сереж, несколько слов относительно воды. Еще раз предупреждение рыбакам, пока на реку не выходим. В первую очередь надо беречь себя и смотреть за детьми. Самое главное смотреть за детьми, потому что как только сейчас новый лед начнет образовываться, дети сразу побегут кататься. Поэтому родителям и прочим всем, кто с детьми работает в школах особенно, необходимо преподавателям эту работу проводить. Также необходимо и в спортивных секциях, кто занимается детьми. Мы тем более сейчас направили все письма, рекомендации в управление по культуре и спорту, чтобы эту работу именно проводили в секциях тоже с детьми. В обязательном порядке рассказывали, что лед это не игрушка. Поэтому призываем в первую очередь работать с детьми, но и быть самим, конечно, внимательным. Ну и ни в коем случае не используя транспортные средства для переезда под лед, потому что в любом случае это может привести к гибели и порче, и утоплению тех. Это, казалось бы, все равно, что совет не пользуйтесь спичками, да? Не давайте шалить с детьми спичками, и все равно каждый раз мы об этом говорим. Андрей Владимирович, ваше пожелание буквально несколько секунд. Не забывайте, что все участники дорожного движения взрослые, они являются родителями. Значит, берегите своих детей-пешеходов. Одевайте их правильно, как мы говорили, совет рожащий млент, и не давайте играть вблизи проезжих частей, уж тем более на проезжей части. Если вы автомобили перевозите, перевозите их обязательно пристегнутыми в детском удерживающем устройстве. Будьте здоровы. Сергей Юрьевич, два слова вашего пожелания. Ну, хочется всех, во-первых, поздравить с предстоящими праздниками. Вот, еще раз, бдительное отношение к своему имуществу граждан в обязательном порядке. Вот, как уже говорили, не вестись на угловке мошенников. Ну, и, как уже говорили, следить за детьми, следить за их поведением в быту, в том числе, не оставлять одних, ввиду того, что будут праздники, чтобы не было печальных последствий. Надежда Геннадьевна. Ну, я на насущном, да, чтобы не испортить самому себе праздник, лучше сейчас уточнить, да, нет ли ограничения, потому что оно может встретить наших граждан уже в аэропорту. Ну, и, конечно же, это будет негативно, да, может сказаться на запланированной поездке. Время еще есть, времени достаточно, у нас тоже будет организовано дежурство, причем круглосуточное, потому что мы понимаем, что люди могут вылетать в любое время суток. Вот, в течение, с 28 декабря у нас начинается дежурство такое и до 9 января. Вот, поэтому, если все-таки кому-то не удастся решить свой вопрос вот сейчас, да, до наступления новогодних праздников, то мы все равно будем готовы, да, максимально исправить эту ситуацию. Всех с наступающим Новым Годом. Спасибо, уважаемые друзья, что были участниками нашей программы. Надеюсь, что к вашим пожеланиям и советам прислушаются. Хорошего вам Нового года. Всего доброго, до свидания. Взаимно. Взаимно, спасибо.